И всем привет ребят, с вами Стрвайк, я всю записываю новый ролик. Сегодня у нас пятница и не обычная пятница, а черная пятница и мы вместе с вами находимся на моем бездонате 2.0, а это значит, что именно сегодня мы будем по жесткому прокачиваться. У меня есть целый лямчик на бездоне и этот миллиончик сегодня полетит в прокачку нашего вооружения и возможно фулового еще дополнительного модуля. Как вы спросите, фуловый модуль на бездонате 2.0, где нет резов, но один-то резист у нас имеется. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на целых 3 миллиона кристаллов, 20 тысяч танкоинов. Для этого, если как раз на черную пятницу закупаетесь в настройках игры, в аккаунтике, вот здесь вот устанавливаете мой личный тег, дальше уже оформляете покупочку в магазине, танкоинчики, премочка там, либо что-то такое вкусненькое, либо спецушка с ежедневными танкоинами, например. И после этого заполняете форму, которая есть в описании, чтобы поучаствовать в этом замечательном розыгрыше. Ну а мы долго тянуть не будем. Идем прокачивать наше вооружение. Черная пятничка здесь с новыми винтиками тоже у нас залетает. Так что можно будет зафармить сегодня тоже очень хорошее количество контейнеров. Ну и по-хорошему нам было бы неплохо, конечно, получить звонку, но званочки, к сожалению, нам не удалось капитана приподнять. Так бы можно было бы еще более жестко выкачать наше вооружение. Начинаем с прокачки рельсы. Выкачиваем вооружение. Теперь прокачка у нас требует прокачивать именно шажки. И, соответственно, мы должны прокачать вот этих вот замечательных 10 шагов. На все про все у меня ушло 13 тысяч кристаллов. За 5 танкоинов теперь мы покупаем рельсу МК-4. И прокачиваем рельсочку МК-4 до полноценной МК-5 рельсы. То есть мы делаем из нее фульчик вкусненький. И теперь нам написано, что требуется звание Аш подполковник, чтобы я мог приобрести МК-5 рельсу. Ну как, МК-5 по сути у меня есть. МК-6. 55 тысяч кристаллов. Всего лишь 55 тысяч кристаллов. Ушло у нас на все про все. Дальше мы оформляем покупочку Крусейдера. Так же само выкачиваем наш замечательный Крусейдер. На него, по идее, у меня должна быть еще одна модификация, если я не ошибаюсь. Или же нет. Сейчас посмотрим. Будет у меня еще одна модификация, либо она открывается с Капитана как раз таки. Возможно, что следующая комбинация открывается с Капитана. Да, с Капитана модификация следующая открывается. Но Капитана, к сожалению, за сегодняшний день я поднять не могу. Потому что у нас в игре двойных фондов нет. Если бы фонды были бы повышены, я бы мог активировать премочку. Извиняюсь. И под эту вкусную премочку мог бы уже все это дело разрулить по вкусненькому. Ну и я пришел к такому умозаключению, что у нас резистов не будет аж до Маршала. Броненосца у меня до сих пор нету. Кристаллов у меня много. А это значит, что я впервые на своем аккаунте, на каком-либо аккаунте, да, потому что у меня на других аккаунтах тоже нет прокаченного паука. Я впервые на бездонате 2.0 прокачаю этот модуль, чтобы у меня был хоть какой-то резист, да, не просто резист, а вкуснейший фуловый резист от пин. Так как до Маршала у меня резов не будет, но может быть только если там повезет с какого-нибудь ивентика, броненосец подлетит. Поэтому мы вместе с вами фулим этот модуль. Сейчас заодно узнаем, сколько кристаллов он хавает. За свою прокачку у нас было где-то около 900, если я не ошибаюсь, тысяч кристаллов. Прокачка сейчас модулей стала дороже значительно, да, относительно того, что у нас было раньше. До 35 я уже потратил 400 тысяч. Это с 50% скидками. Офигеть. Многовато. Многовато. Многовато хавает, если честно. С нуля я потратил более 600 тысяч кри. Более 600 тысяч кри. Но оно того стоит, так как у меня. Теперь на боем бездонате фуловый резист от мин. Могу лететь в паркур, но я не паркурист. Посмотрим, сколько у меня стало ГС-очка. Опачки. ГС-очка стала вкусненькая. 5233 ГС-ик. Стался у нас на старшем лете, да. То есть, грубо говоря, если я бы выкачал бы Капитануса и вкачал бы Крусейдер еще, то у меня вообще могло бы быть где-то около 6 тысяч ГС. Но я считаю, что, грубо говоря, на две тыщенки мы поднялись. Вооружение подкачали. И подкачали очень достойно вооружение, так как у меня была МК-3 ревеса. А теперь, грубо говоря, МК-5. Ну и был так же самый МК-3 Крусейдер и стал МК-5 Крусейдер. То есть, комбинация полностью МК-5. Сосу Лендерочки теперь должны уже и по легендам вкусные залетать с уроном. Ну и теперь мне особо не страшны мины. Могу теперь по миночкам, по диверсантам, по всему, короче, лететь. И особо сильно это все дело не чувствовать. Поэтому давайте попробуем, может быть, даже скатаем каточку. А пробуем, так сказать, обновочку нашу. По режимам там надо катать или не надо катать? Сейчас посмотрим, режима там есть или нету в Черной Пятнице. Три бойная сыграть. А три бойа даже надо выиграть. Припасы, я так смотрю, надо использовать, да. 50 мин надо использовать. А, каждого припаса по 50, да. Значит, на миночке акцентик делаем. Ну и сейчас как раз таки мин будет дофига. Я думаю, стоять в бою. Поэтому сможем по вкусненькому по этим миночкам полетать. И спокойно поконтролить. Так, меня закидывают в новую катку. Показываю лайфхак. ТДМа. Перепикиваю сразу бой. Чтобы попасть уже в начатую катку. Чтобы она у нас шла поменьше. И чтобы можно было заформить быстрее. И звезды, и кристаллы, и заданки. В целом, да. То есть, когда тебя закидывают в новый бой. Ты можешь спокойно перепикнуть. И, ну, в моем, наверное, случае. Лучше всего пикать именно ТДМ. Да, не какой-то там быстрый бой. Либо там захват флага. Либо еще что-то. А вот именно дефолтную вкусную ТДМ. И должно сейчас нас закинуть уже. В чистейший, вкуснейший. Начатый боечек. Который уже в половишку должен быть сыгран. Ну, что-то как-то долго не кидает. Вчера вечером это работало. Схема очень и очень хорошо. А тут пока что меня не закидывает. Что касаемо контейнеров. То у меня еще есть немножечко контов. Я, в принципе, наверное, даже могу их открыть. Да, мне особо нет смысла их здесь накапливать. Поэтому пока кидает меня в бой. Давайте откроем контейнеры. Откроем контейнеры. Может еще... О, меня закинуло. Может быть, что-то вкусное там упало. Но я не увидел. Но я, к сожалению, не увидел. Так, смотрим на боек, куда меня закинуло. В новую каточку. А, к сожалению, второй раз подряд в новую закидывает. Ну ладно, давайте эту сыграем. Эта карта хорошая. Поэтому давайте сыграем. Рельса у меня с дестабилизацией. Кто видеоролики, ребятки, смотрит, теперь знает, что у меня рельсочка вкусная. И рельсочка у нас теперь без ДДшки я нанес. Ой-ой-ой, вкусно. Очень вкусно по урончику. А по урончику-то выглядит очень вкусненько. Так, сейчас попробуем, может быть, ваншотик какой-то. Ай, 1900 по ДАшному танчику залетает у меня. Пятьсоточка залетает. Ну, пятьсоточка маловато, если честно. Пятьсоточка маловато. Вот, 1900. Это уже выглядит неплохо. Ваншоты. Ой-ой-ой, три с половиной. Самое главное, мне интересно посмотреть. По три с половиной тысячи урона наносит этот рельса. Самое мне интересно посмотреть, сколько у меня будет урона с сосули Курсейдера. Да, потому что у меня там залетало по две... Две четыреста, если я не ошибаюсь. Сколько у меня будет сейчас залетать? У меня уже как бы МК-5, Курсейдер. Да, и по идее с него уже должно лететь довольно-таки неплохо. Так, хорошую сквозную оформляем по двоим. Добавляем еще один выстрел. Миночек я особо пока что не вижу. Уносим Викинга. Блин, счет хороший. Счет хороший. Вот с такой прокачечкой уже, как говорится, и... И уже можно и против больших званий врывать без проблем. Уже можно и большие звания тушить в салат. По ощущениям. А то, когда я играл с этим МК-3 вооружением и запиковался в катке, где были легенды, то было немножечко в моменте больновато. Сейчас я бы сказал... Блин. Найс сосулю проверил, конечно. Неплохая проверка. Хотел в Титана дать. По итогу просто закрыли его. Ну ладно, у нас 30 киллов уже. Тем временем. 30 киллов. За такой период времени это довольно-таки много. Это довольно-таки много. Есть возможность сделать здесь досрочку. И в принципе в ТДМках досрочки у нас часто залетают. Это своего рода второй режим после... Ох, нифига у меня. Повернуло. Второй режим после... Штурма. Да. По скорости именно. Если учитывать тот факт, что... Тебя закидывает на хорошую большую карту. Если тебя, конечно, закидывает на карту, где 6 на 6, то там досрочку сделать крайне сложно. А вот на таких картах здесь киллы должны залетать очень и очень быстро. Две подряд рельсы бискрита. Меня в очередной раз уносит челсникам алкаш. Может там тоже попробовать занять верхнюю позицию. А там овердрайв падает. А там сразу... Оверка падает вкусненькая. Хорошо. Хотел хоть разменять себе овердрайв. Но мы эту разменку ему не дали сделать. Отлично. Теперь проверка сосулендры. Да бог что мой. Я сегодня проверю хоть раз сосулю. А то мне что-то ее то сбивают. То я просто в нулевой урон даю. Хочу проверить сосулендру. Хочу посмотреть, что там по урону будет. Сейчас и сплэшик должен быть повкуснее, по идее. А то у меня сплэшик там наносил вообще 400 урона. По идее сейчас он должен уже по хорошим цифрам наносить. Так, викинг у нас открывается. Две рельсы не критовые ему даем. Добавочку еще сверху даем. По аресику теперь. Вкусняшку на 1700 даем. Пропушиваем дальше респаун. Блин, хотел развернуть на васпика. Хотел рельсочку развернуть на васпика. Но по идее надо было сливать наверное ареса. Лучше бы я слил ареса. 50 килов у нас. Что-то как-то застопорились у нас скиллы. Противник, я смотрю, начинает потихонечку камбэкать эту каточку. И это не есть хорошо. 700 урона. Ой, зацепился немножко. Хочу дать по аресу. Да боже, ну что ж такое-то. Что ж то за тиммейты такие, а? Встал вроде как в более-менее хорошую позиционку. Так мне сразу Гаусс берет в нагляк. Сбивает прицел. Так, ладно, что-то как-то на пляжике особо не идет. Меня сверху очень жестко прессуют типы. По ощущениям, как будто нам надо верхнюю позицию отжать у противника. Овердрайв только падает. В очередной раз я хочу сместиться по траектории. И в этот тайминг падает оверка. Но какой смысл от этого овердрайва, если я два раза подряд его не реализую? Какой от него смысл? Надо реализовать его по вкусненькому. 1700. Залетает у нас по паладину. Рубим еще одного бойца. Так, ну и давайте, наверное, в этого уже отдаем. 3000... Не понял, как 3059? 3059. А, ну да, она же должна 4000 наносить. Все-все-все. Что-то у меня глюкануло. Что? Что у нас сосули наносит не 4000 урона фулоу. А 3000. А тут я как будто дал больше. Я такой, чего? 3000 урон. То есть теперь я средний танк могу ваншотать. Это очень круто. То, что теперь средний танчик мы можем ваншотать. Это очень хорошо. Так, у меня паладина же газ минуса сливает. И я не удивлен от слова совсем. Ну, конечно, всегда хотелось бы, чтобы побольше у тебя была прокачечка, да? И, грубо говоря, даже МК-5 Крусейдера рельсик. Это, ну, не супер жестко, да? Это не супер жестко. Хотелось бы, чтобы у тебя было еще получше вооружение по прокачке. Так, ну и подняться я вообще не могу, да? Боже, насколько же грустно едет теперь корпус без... Без как раз-таки нитрушки. Да, и с нитрушкой тоже поднимается в горку. Очень тяжело. 1700 урона каждая рельса у меня наносит. 1700 скрита. Ну, не сказать, что это супер много. Но, в принципе, как будто неплохо. Как будто неплохо. Хотя по очкам, видите, меня даже 4 КГСники обгоняют. Можно даже, кстати, немножечко проверить, какая рельса будет лучше наносить урон. Обычная, дефолтная? Или вот эта вот рельса с дестабилизацией снаряда? Потому что у меня в моментах бывает такое ощущение, как будто я с обычной рельсы могу нанести урона больше, чем с десты. Не знаю, почему. Но иногда меня это начинает напрягать, когда ты там, например, даешь 3 рельсы обычные, без повышенного урона, да? И понимаешь, что как бы за это время ты уже мог бы слить оппонента. Но обычная рельса наносит сейчас 1000 урона. Да, то есть 1000 я даю. То есть, грубо говоря, у меня с крита с десты залетает по 1700, здесь 1000. То есть практически в 2 раза меньше урона. Так, противник здесь в неплохой позиции, но у меня прострела нет. У меня нет прострела. Но вот, заодно сравним. Обычную рельсу с дестабилизацией. Так, ну, пока что такие цифры невкусные. По 1100. По 1100. Зато сосулендра есть хорошенькая. Вот, сосулендрочка уже залетает. Очень хорошая. Так, против запикивается риг с гельчиком. И риг с гельчиком сейчас будет уже наваливать урона. У нас остается 5 минут до конца. Казалось бы, сначала, что у нас будет здесь досрочка в рамках этого боя. Ну, что-то как-то я так смотрю, что уже не очень. Так, ну, по 1000 урона я наношу. Критов нету. С обычной дефолтной рельсы. Как будто бы криты должны быть. Ну, критов тут маловато. Маловато, да? И по 1000 урона. Ну, диста, я думаю, пожёстче. Пожёстче, пожёстче. Да, да, да. Тут, конечно, я недооценил. Недооценил дисту. Недооценил. Ну, 1000 урона, это фигня полная. Поэтому дестабилизация снаряда в этом плане 100% выглядит круче. 100%. Прям 100%. Бля, вот я так и знал, что этот чел знает, кто я. Я вот так и знал, что этот чел знает, кто я. Я чувствовал. Неспроста он стоял сверху и накидывал урончик по мне, по низу, по пляжику. Ну, хотя там, чтобы выбивать, ну, надо нормальные усилия приделать. А он постоянно стоял и кидал именно в меня рельсочки. Теперь я понял, почему он это делал. Так, пробуем слить аресом, который... А, я думал, он стоит АФК. Оказывается, он не стоит АФК. Блин, по паладину не залетело. А мне две рельсы сразу в голову. 15 килов. Тяжеловато, если честно. Да, плюс-минус мои звания. Ну, где-то чуть-чуть больше есть. Да, и с такими ребятами уже я бы не сказал, что я так прям жестко наваливаю. То есть, среднестатистический счет есть, да. Но не сказать, что супер много. Не сказать, что здесь килов супер много. Не сказать, что я могу сделать что-то супер жесткое. Да, по сути, я, ну, такой дефолтный полупрокачанный крипик. Да, только еще и с фуловым теперь резистиком вкусненьким. Да, что тут у нас с 6 тиммейтов? По 5, по 6% реза. Вот, миночки есть 9 у кого-то, да, процентиков резист. А у меня фуловый. А я чисто на богатом двигаюсь, ребяточки. Могу себе позволить, когда ты прокачиваешь одно вооружение, когда у тебя нету вкусных дронов по типу какого-нибудь кризиса, брончика, в моменте, да, ты имеешь возможность спокойно взять и прокачать себе вот такой вот интересный модуль летчик. Так, 17 киллов. Ой-ой-ой, сколько противничка вкусных стоит. Хорошая ссулендрочка залетает. Можно было даже немножко еще подождать, чтобы она вообще на троих эта ссулендра разбилась. Так, ну тут с кризисом. Молодой человек, у него 5000 гс, но при этом он играет с кризисом. Понимаете, да? 5000 гс, но зато он играет с кризисом на хоре реке с гельчиком. Да? 18 киллов у меня. До двадцаточки, по идее, я должен дотягивать. Но рельса обычная, дефолтная, вообще не критует. Хотя, казалось бы, что она должна и критовать, и по урону нормально наносить. Но вы видите, да? То есть 700 урона там в моменте я наношу. Довольно-таки маленькие цифры, поэтому... Деста в порядке, оказывается. Хотя в моменте кажется, как будто она не сильная. Как будто бы она не сильная. Но зато она не чувствует резисты. Да, вообще, от слова совсем. И спокойно, может, на таких званиях, там, 3-4 рельсы, если в ряд у тебя залетает с критом, то я считаю, что это очень хороший результат. Но, видите, я что-то засомневался в дестабилизации и решил посмотреть, что будет без нее. Да, и без нее, как вы видите, как вы видите, урончик, ну, такой, мега кисленький. Мега кисленький. Так, я забываю мины ставить. Забываю ставить мины. По ощущению, вообще, за эту катку ни одной мины не поставил. А там-то заданочка на прожатие 50 мин. Сейчас мы, ребяточки, после катки еще откроем контейнеры. Извиняюсь за кашель, если что, он уже очень жестко, он что-то меня сегодня бесит. Поэтому вы тоже, ребяточки, не болейте. Чтобы у вас все было с кайфом. По чупику, по бомбочке, по аппетитной, по сочной, по ноге батерской. Итак, по хопперу, ой, по хопперу, по хорючку даем. Так, ну и все, 2 кила. Сосулендру я не успею ожидать по ощущениям. Хотелось бы, конечно, ее выдать вкусненькую такую сосулендрочку. Успеем. Успел. К сожалению, мимо. Выдать-то успел, но, к сожалению, как всегда, мимо. Ну и противника мы добьем. Добьем. Но не я. Победа. Попадка без засрочки завершилась. Серьезно. 700 кристаллов. Ну и немножечко дополнительных заданок мы выполняем. Ну и давайте откроем контейнеры. Не понял. Неизвестная ошибка. Это что такое? Это что за прикол? Что за неизвестная ошибка? Контейнеры, дайте мне открыть. Офигеть, у меня схавал еще 15 контов. Просто скушали контейнеры. Я даже не знаю, что мне с них выпало. Ну ладно, благо это обычные конты, поэтому, в принципе, там ничего особо интересного не могло быть. Кристаллов мне сверху насыпало. По вкусненькому. И еще сверху 3000 кристалликов. Недельные конты открываем. Чтобы запасы своих танкойнов увеличить. Которые меня заставили потратить на 24 танкойна. Ну и 19 еще ультра контейнеров. А вдруг сейчас кризис упадет? Вдруг сейчас кризис падает и я все кризис слил не на то, что надо. Вот это будет Габелла, не? Но нет. Счастья не дало. Опа, тяжелые кондерчики упали. На шафта. Вкусно, вкусно. И фиолетик еще один. Иммунитет от оглушения на мамонт. Ну, иммунитет на мамонт мне точно не надо. Все, ребятчики. Надеюсь, вам этот видос зашел. Поддержите обязательно видео реклайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Обязательно проявляйте максимальную активность. Дабы у нас как можно быстрее вышла следующая серия по мега донату. Поэтому, также, конечно же, ребятчики, не забывайте подписываться на тележечку, где весь лайв-контентичек, вся информация по стримам выходит. Скоро там в ТГшечке контентик пойдет вкусненький. 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 Это спойлер на завтрашний видос сразу я вам могу закинуть. Ну и не забывайте, ребятчики, также участвуйте в розыгрыше по тегу. Особенно канал «Черная пятничка». Кто закупается, оформляйте покупочки по моему личному тегу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.